друзья привет привет с вами снова ирина грачева проекта ирина грачева racing и сегодня поговорим о безопасности а точнее о спасательном жилете о том какой он должен быть я расскажу о своем спасательном жилете я использую жилет спинлок торговые марки д квест на 170 ньютонов требования к жилету и его оснащению зависит от категории гонок который вы будете гонять классе мини мы гоняем океанские гонки по категории 1 и соответственно мой жилет полностью оснащен по этой категории кроме того в мой индивидуальный комплект спасательного оборудования входит страховочный линь вот такого вот типа индивидуальный а из и индивидуальный спутниковый буй пилби внутри жилет должен содержать достаточно много обязательных вещей жилет должен быть яркого видимого цвета на него должно быть нанесено название вашей яхты а также светоотражающие полоски кроме того с обратной стороны жилет спинлок например оборудован вот такими вот огоньками подсветки которые подсвечивают сам жилет изнутри делая всю его поверхность ярко видимой в ночное время суток огоньки есть на одной стороне и на второй стороне жилет должен иметь надежное средство срабатывания с действующими датами и вы должны проверить что все индикаторы горят зеленым то есть сообщают нам о том что наш инфлейтер то есть средство срабатывания в рабочем годном состоянии жилет срабатывает за счет выпуска углекислого газа из баллончика в котором газ находится под давлением вот такой вот баллончик находится здесь внутри в тот момент когда инфлейтер погружается в воду маркировка баллончика который вы можете использовать нанесена здесь же на жилет или здесь есть еще вот такая вот информация о конкретном жилете там тоже можно найти данные о веществе срабатывания и о его весе 33 грамма co2 я выбрала жилет с системой срабатывания hammer потому что это самый надежный инфлейтер из всех которые есть а тот который не сработает спонтанно просто потому что на него попала вода или просто потому что вас окатила волной жилет должен обладать системой мануального поддува рту должен быть установлен свисток и должен быть установлен огонь который сработает от воды вот здесь вот есть контакты проверить работает ли ваш огонь можно нажав на кнопочку теста просто долго и и удерживая кроме того жилета обязательно должен быть вот такой вот надежный большой капюшон который защитит вас от волны защитит ваше лицо защитит вашу голову но также позволит дышать здесь вот есть отверстие для воздуха это то что касается жилета внутри кроме внутреннего наполнения у жилета есть еще некоторые внешние детали о которых я хочу рассказать это вот такой вот стропорез который может пригодиться в какой-то ситуации он хранится в специальном кармашке и надежно закреплен чтобы он не выскакивал сам по себе здесь располагается ручка мануального запуска баллона с веществом чтобы наполнить жилет надежная застежка и кольцо для того чтобы вы могли пристегнуть страховочный лень лямки которые вы пропускаете под ноги и к своему жилету я креплю индивидуальный а из мануальный который я должна буду активировать руками самостоятельно если выпаду за борт для него у спинлока предназначен специальный даже кармашек очень очень удобно буйок а из подаст сигнал бедствия и пароходы которые находятся недалеко от меня смогут увидеть что у меня человек за бортом а также буйок пилби это спутниковый буй который тоже надо активировать мануально и сигнал с этого буя через спутник придет координационный центр это очень очень надежная система связи и ближайшее судно находящиеся ко мне координационным центром будет отправлено мне на помощь этот gps буйок на своем жилете я нашла место где меньше всего материала внутри которая позволит мне засунуть туда еще и а мой пилби и это чуть чуть выше баллона вот здесь вот он мне не будет мешать и я смогу застегнуть спокойненько жилет а мой жилет готов к использованию надеваем подтягиваем по фигуре пропуская как это назвать шлейку и вуаля после уже на яхте я прицеплю себя вот таким вот страховочным тросом которым буду надежно прикреплена к борту моей яхты этот страховочный лень необычный особенный и и о этих его особенностях я расскажу в следующий раз оставайтесь с нами пока пока а